В Владимире такая проблема. Диалог получился достаточно. Защитить права не получится. Добрый отечественного пункта. Наши спортсмены также опередили обернуков. И бескорыстно помогает самым маленьким пациентам. Вот, извиняюсь, заберите. Наш гаденой пунктам совершенно добрый пункт. Идет, дождь, 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 дождь. За последние три дня на водоемах области утонули еще двое мужчин. Количество погибших постоянно увеличивается. С начала купального сезона под воду ушли 16 человек. Выжить не удалось никому. Утонувших в два раза больше по сравнению с тем же периодом лета прошлого года. Последние жертвы аномальной жары двое мужчин. Одному из них 39 лет. Его тело обнаружили на реке Луйка Ковровского района. Личность второго погибшего не опознана. Он утонул в реке Клязьма во Владимире. 7 июля поступило сообщение о том, что в городе Владимире на реке Клязьма в непредназначенном для купания месте утонул мужчина. Тело было извлечено из воды очевидцами. Личности и обстоятельства гибели устанавливаются. 8 июля поступило сообщение о том, что в деревне Зубцово Ковровского района на реке Луйка в непредназначенном для купания месте утонул мужчина 1985 года рождения. Его тело из реки достали спасатели. Обстоятельства гибели обоих мужчин устанавливаются. Остальные 14 трагических случаев произошли в Петушинском, Гусьхрустальном, Александровском, Везняковском, Уромском, Судогодском, Меленковском, Суздальском, Кольчугинском, Собинском районах. Среди утонувших один ребенок. Напомним, 3 июля в реке Пекша утонула 12-летняя девочка. Во время плавания с ней случился приступ эпилепсии. В МЧС призывают соблюдать меры безопасности во время отдыха на воде. Купание разрешено только на оборудованных пляжах. Во Владимире в ходе бытового конфликта был убит оператор Анатолий Костяев. Он пришел в гости к чужому человеку сразу после знакомства. Спустя время между хозяином квартиры и гостем возник серьезный конфликт, в результате которого наш коллега и был убит. Уголовное дело по 105-й статье УК РФ расследуется Следственным комитетом Владимирской области. В ночь с 6 на 7 июля 2024 года двое малознакомых жителей Владимира находились дома у одного из них. В ходе возникшего конфликта хозяин квартиры задушил гостя. Заметив, что тот умер, фигурант вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет просить меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы имя жертвы не называют. Собственный источник 6 канала подтвердил. Речь идет про Владимирского оператора Анатолия Костяева. Он работал в партии «Единая Россия», снимал сюжету про политику и не только. Владимирское отделение опубликовало «Некролог». Более 7 лет Анатолий работал в региональном исполнительном комитете партии. Он был активным участником разных проектов, которые реализовывались во Владимирской области. Снимал сюжеты, монтировал ролики, занимался производством фото и видеоконтента для Владимирского регионального отделения «Единой России», законодательного собрания, правительства Владимирской области, городской администрации, молодежной думы, молодой гвардии «Единой России». Партийцы делятся, что знали Анатолия как настоящего профессионала своего дела. Согласно данным группы «Неформат Ньюс» во Вконтакте, он также любил рок-музыку и являлся организатором Владимирского рок-сообщества. Поддержать маму и дочку Анатолия можно в названной группе. Ссылка указана на экране. Прощание состоится 10 июля в ПКФ «Память» по адресу город Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет советской власти, дом 5А с 12.30 до 14.00. Во Владимире из многоквартирного дома эвакуировали 50 человек. Пожар произошел в минувший понедельник в доме номер 66А на улице Куйбышева. Огонь вспыхнул ранним утром около 5.07. Загорелась квартира на 10 этаже. По данным МЧС, в ней проживали муж и жена. Когда начался пожар, супруги самостоятельно эвакуировались вместе со всеми жильцами дома. На место выезжали 21 спасатель и 7 единиц техники. Из многоквартирного дома эвакуировались 50 человек, из них 15 детей. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении. К слову, с начала летнего периода в многоквартирных домах произошло уже 70 подобных случаев. Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда пожар был в 84 домах. Юрий Борисов обжаловал приговор мирового судьи по делу о клевете в анонимных телеграм-каналах. В телефонном разговоре с «Шестым каналом» экс-руководитель отдела по связям со СМИ Горсовета Владимира и бывший пресс-секретарь РЕК отделения «Единой России» пояснил, что не признает свою вину и намерен добиваться своего полного оправдания. Причем Юрию Борисову вменялось два эпизода клеветы, но по одному из них суд вынес оправдательный приговор. Мировой суд оправдал меня по одному эпизоду, но я уверен, что и по второму эпизоду я тоже должен быть оправдан. Апелляционная жалоба мной подана 4 июля. Также апелляцию направил мой защитник. Что касается, куда подана апелляционная жалоба, то она подана в Октябрьский районный суд города Владимира через мировую судью судебного участка номер 5 Октябрьского района города Владимира. Напомним, по версии обвинения Юрий Борисов действовал в сговоре с другим в прошлом заметным единороссом Романом Александровым. И оба они причастны к публикациям в анонимных телеграм-каналах, которые содержат клевету в отношении первого замгубернатора области Дмитрия Лызлова и экс-начальника управления по социально-хозяйственному обеспечению обл. администрации Анны Знатновой. Речь идет о телеграм-каналах Владимирский тракт и Владимир Владимирович. В них заявлялось, что Анна Знатнова продвигалась по служебной лестнице благодаря покровительству со стороны высокопоставленных руководителей, а по поводу Лызлова, что он якобы выпускник программы Госдепа США. В качестве одного из своих доводов следствие представило на рассмотрение суда другую публикацию в одном из перечисленных телеграм-каналов. Судя по опубликованным данным, текст был создан от имени Юрия Борисова. Однако свидетель защиты тогда опроверг причастность подсудимого к авторству этой публикации. Скажите, как создавался новый текст? Как создавался? Вы знаете, бывает, вот бывает, я сплю, или там, этот самый, ложусь спать, там, какие-то мысли в голову приходят, и вот бывает, какое-то мгновение, там, да, пришла в голову, там, какая-то умная мысль, гениальная идея. Утром проснешься, она там улетучилась, бывает, забылась. Возможно, чтобы она не улетучилась, этот самый ближайший, до кого было мне вариант добраться, это был Юрий Юрьевич. Я до него добрался, и это свою гениальную мысль зафиксировал. Гособвинение запрашивало для Юрия Борисова штраф в 500 тысяч рублей. В ходе прения сторон подсудимый настаивал, как и раньше, что никакие тексты для телеграм-каналов не изготавливал и не размещал. По поводу текста в отношении Лызлова Борисов заявил, что лишь внес орфографические правки в уже имеющийся пост. Я не был задавлен о том, свидетельствует ли текст реальным фактом о жизни и деятельности Лызлова, поскольку у меня нет привычки отслеживающихся людей. Я прочитал присоединенный текст, обратил внимание на две орфографические ошибки, сделал это спонтанно, случайно, замеркнулся к ошибкам. В результате суд оправдал Юрия Борисова в клевете в адрес Анны Знатновой, но признал виновным в клевете на Лызлова, за что бывшему пресс-секретарю назначили штраф в 300 тысяч рублей. В случае, если апелляция по этому приговору будет отклонена, Борисов намерен дойти вплоть до высшего судебного органа. А вот в прокуратуре нам сообщили, что надзорное ведомство в настоящее время не направляло апелляцию на приговор суда. Будет ли это сделано в будущем, пока не ясно. Отметим, что дата первого заседания по жалобам Борисова и его защитника должна стать известна в течение нескольких недель. Алексей Домнин, Шестой канал. Владимирская область заняла 65 место по доходам населения. Всего рейтинг состоит из 85 субъектов Российской Федерации и 4 новых территорий, которые в исследовании не участвовали. Расчеты выполнены РИА-рейтинг по данным Росстата, их заказчик РИА-новости. Анализ проводился на основании среднего дохода населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. По сути, определялась возможность жителей приобрести самое необходимое. Итак, Владимирский регион по этому показателю оказался на 21 месте с конца с коэффициентом 1,54%. То есть на средний доход Владимирца можно купить примерно полтора набора самых важных товаров и услуг. В рейтинге с наибольшим значением доходов, как и в прошлом году, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96. На последнем месте Республика Ингушетия с показателем всего 1,1. В этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности – почти 28%. Согласно проведенному исследованию, во Владимирской области за чертой бедности по состоянию на 2023 год находилось 9,3%. Конечно, это лучше, чем 28% у Ингушетии. Однако, если сравнивать наш регион с соседями, то ситуация выглядит хуже. Так, например, в Нижегородской области за чертой бедности 7,2%. В Московской – 5,5%. В Ярославской – 8%. А вот в Ивановской и Рязанской областях бедняков больше, чем у нас. При этом еще в марте текущего года губернатор Александр Авдеев заявлял, что уровень бедности постоянно сокращается. Уровень бедности в Владимирской области к 2023 году за 20 лет снизился в три раза. С 35% до 10,4%. Неплохо, конечно, но, конечно, недостаточно. Нужно сокращать его и дальше, и дальше развивать экономику. Поскольку практически половина нашего ВРП составляет промышленность, на нее делаем основную ставку. Что касается владимирских зарплат, то тут ситуация, как говорится, и смех, и грех. Как утверждал глава города на расширенном заседании Горсовета в марте текущего года, средняя зарплата владимирцев в 2023 году составила почти 66 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата по сравнению с прошлым годом выросла на 18,5% и составила 65,9 тысяч рублей. Но в любом случае, по состоянию доходов населения, согласно рейтингу РИА Новости, наша область оказалась на последнем месте среди регионов Центрального федерального округа. А это, к слову, 18 субъектов Российской Федерации. По количеству бедных Владимирская область среди ЦФО, согласно статистике, обогнала Ивановский, Тамбовский, Смоленский, Рязанский и Брянский регионы. К слову, Владимирская область с прошлого года свои позиции ослабила на 4 пункта. По результатам аналогичного исследования РИА Новости, проведенном в 2023 году, наш регион занимал 61 место. Дарья Полищук, Шестой канал. Прикасаться нельзя, можно провалиться вниз. Перила на мосту через Клязьму опасны для жизни. Об этом мэрия уведомила в официальной группе ВК. На мосту появились предупреждающие знаки. Специалисты Центра управления городскими дорогами поврежденные места обозначили сигнальными лентами и установили предупреждающие знаки. В настоящее время идет подготовка технической документации на проведение работ. По ремонту ограждения моста работы планируется выполнить в этом году. Финансовую поддержку в этом вопросе нам оказывает губернатор и правительство Владимирской области. А ведь проблема существует минимум два года. Ограждения давно поржавели. Выступы обклеены бумажным материалом, который напоминает вапье-маше. А вот опоры для ограждения местами служат деревянные бруски. В июне 2022 года чиновники заявляли, что путепровод через реку не опасен и находится в удовлетворительном состоянии. К слову, последний раз ремонт был в 2017 году. Тогда дорожники меняли асфальт, а швы прокладывали из битумно-полимерного герметика. В правительстве готовят проект второго моста. Он соединит площадь Фрунзе и микрорайон Лунёва. А в марте на расширенном заседании с депутатами горсовета губернатор Александр Авдеев высказался о необходимости проектирования третьего путепровода. Однако это остаётся на уровне идеи. А пока необходимо привести в порядок уже имеющийся мост. Часть жителей многоквартирного дома на улице Белоконской обвиняет соседей в оккупации общедомовой территории. Яблоком раздора в соседских войнах стала вот эта огороженная парковка. По словам недовольных жителей, инициаторами её создания выступили их же соседи. Причём без соответствующего решения общего собрания дома. И теперь оставить здесь машины могут только те, кто занимался обустройством парковочного пространства. Я вчера, например, приехал из Москвы вечером и увидел, что здесь всё огорожено. Без общего собрания, общедомового собрания была оккупирована территория, которая раньше использовалась всем домом для парковки. Сейчас оккупировали, скажем так, повесили свои замки, отдельные квартиры. Мне приходится уходить на РТС, мне приходится ходить каждое утро через дорогу, уезжать на работу, опаздывать и объяснять тем, что я не могу найти ближе парковочное место. То есть, ну а зачем так поступать, если можно было договориться? В ходе проведения съёмок к жителям подошла женщина. Из диалога с жильцами можно предположить, что она также живёт в этом доме и ранее принимала участие в организации парковки на общедомовой территории. Правда, разговор между соседями так и не задался. Вы на вопрос можете ответить? Да не должна я вам ничего отвечать. Тогда до свидания. Вы же не как-то сказали. А мне вот интересно, я хочу посматривать. Женщина отказалась и от общения с нашей съёмочной группой. Готовы пообщаться с нами на камеру? Не буду я с вами общаться? Они вас вызвали? Мы не начали ни в стороне, мы предоставим возможность всем высказать своё мнение. Ну вот, когда ещё народец выйдет, мы пообщаемся. Вы не хотите ничего говорить? Я не собираюсь ничего говорить. К слову, этот дом на Белоконской находится под управлением УК ЖРЭП. Одна из жительниц уже связывалась с представителями обслуживающей организации. Но пока ответа на её вопрос не последовало. Управляющий компанией был отправлен на сайте фотографии. Потом ещё одна девушка звонила. Ещё одна разговаривала с инженером. Единственный был ответ нам по телефону, что мы доложим начальству своему, что вот, ждите. Вместе с недовольными жителями наша съёмочная группа отправилась в управкомпанию. Там отметили, что парковка действительно находится на общедомовой территории. А действия жильцов по установке ограждения незаконны. Поскольку никакого общедомового собрания по данному поводу не проводилось. Главный инженер организации предложила людям обратиться с письменным заявлением. Они обращаются с письменным заявлением в управляющую компанию. Мы, как управляющая компания, пишем собственникам, которые самовольно вот это всё устроили, предписание со сроками устранения. В случае, если в эти сроки они не устраняют, то есть управляющая компания своими силами всё это ликвидирует. Но есть нюанс. Работы по ликвидации парковки будут проводиться на деньги дома. То есть платить за это будут все жильцы. Но, по словам представителя обслуживающей организации, определить тех, кому конкретно будет выставляться счёт, можно на общедомовом собрании большинством голосов. Впрочем, один из общественников из сферы ЖКХ предлагает, как он считает, более действенный метод. Написать заявление в полицию, которая и установит ответственных за появление незаконной парковки. После появления этой информации, подтверждённой соответствующими документами из полиции, можно уже будет в порядке гражданского судопроизводства подавать иск в районный суд в общей герездиции о возмещении судно-учерба, причинённого общему имуществу. И выставить конкретных лиц. Хотя существует ещё один вариант действий – договориться, прийти к согласию между собой. Так у соседей появится шанс сэкономить не только деньги, но также силы, время и нервы. Алексей Домнин, Александр Пелевин, Шестой канал. В Суздале выступили солисты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В минувший понедельник около пяти тысяч любителей классической музыки встретились в Суздальском Кремле под открытым небом. Вход был свободный. Концерт начался в девять вечера и длился два часа. Концерт состоял из трёх важных составляющих. В музыкальной части выступали лучшие солисты и хор Мариинского театра. Звучал и симфонический оркестр под управлением маэстро. На фоне музыки на стенах архиерейских палат можно было увидеть аудиовизуальное шоу. Иллюстрации Ивана Билибина были взяты в основу этой декорации. Третья составляющая – сама архитектура, ландшафт Древнего Кремля. Как отметила корреспондент Шестого канала Маргарита Махрова, которая была среди слушателей, программу выбрали подходящую дню семьи, любви и верности. Артисты представляли отдельные картины, отдельные фрагменты большой оперы римского Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии». Артисты были в костюмах, это было очень впечатляюще. Действительно, это были не просто исполнения отдельных фрагментов, а это были сыгранные картины из этой оперы. Наш корреспондент также отметила и большой ажиотаж слушателей. Было не протолкнуться. К слову, идея проведения такого гала-концерта зарождалась ещё в прошлом году, когда утверждался план по мероприятиям, посвящённым к тысячелетию Суздаля. Так что получился такой вот подарок городу-музею.